Всем привет! Предлагаю дальше инспектировать эликсир, познавать его, погружаться и тем самым улучшать свое понимание функционального программирования для начала, а потом и что такое использование акторной модели. В прошлый раз мы закончили с листом, разобрались каким образом мы можем использовать структуру листа, чтобы инспектировать входящие параметры. Сегодня мы сделаем аналогичное, но с мапой. Вот я здесь уже написал простую мапу, но использовал немного необычный синтаксис. В качестве ключей вы можете использовать атомы. Да, я знаю, что вы привыкли атомы записывать вот таким образом, но когда мы записываем их ключами в мапах или ключами в кейвордах листах, мы вот эти две точечки пишем с другой стороны. То есть, смотрим, значит, ключ name, имя, value, ванго, ключ age, value, 121, ключ style, value, импрессионизм. Окей. Значит, смотрите, мы хотим научиться применять нечто похожее, что мы делали с листом. Так что давайте. Вот я связал уже предварительно с значением мапы. Значит так. С левой стороны, вот когда мы выполняем сопоставление с образцом, с левой стороны мы пишем образец. С левой стороны мы пишем образец. Запомнили, да? Допустим, вот наш образец. Name. Допустим, мы связываем с функцией name. Ну, не с функцией, с переменной name. Age мы связываем с переменной age. И style мы связываем с переменной style. То есть, вот наш образец. Мы написали его слева. Справа мы пишем конкретное значение, с которым мы сопоставляем наш образец. И вуаля. А теперь, благодаря этому механизму, как вы понимаете, мы связали вот эти вот value, value, да? с теми значениями, которые были в мапе. То есть, если я сейчас напишу name, я ожидаю, что увидеть? Ван Гог? Вуаля! Work it? Work it. Если я напишу style, я увижу импрессионизм, естественно. Теперь следующий финт. Смотрите, что можно еще... Вот как лист, да? Вот мы могли инспектировать вот таким образом. Допустим, если нас оставшаяся часть листа не интересовала, то есть, допустим, давайте я напишу какой-нибудь простой лист. Вот у меня трехэлементный лист. И когда мы хотели бы инспектировать его, да, но только голову, например, мы хотели бы инспектировать, мы бы что, например, могли сделать? Мы бы так могли бы связать, сопоставить с образцом, а потом достать нашу голову. И у нас сейчас появится единичка. Потому что это элемент. Слева у нас элемент, справа у нас лист. Даже если этот лист пустой. То есть, нулевой. И... То есть, что мы делаем? Мы взяли только один элемент. А остальное мы, в принципе, не рассматривали. И схожая идея присутствует в мапе. Только... Там немножечко по-другому поступает. Смотрите. Там пишется только имя ключа, которое нас интересует. Давайте... Артист. Артист. Нас интересует... Мы слева указываем только имя ключа, которое нас интересует. А оставшиеся вот эти... Пары... Ключ значения мы не прописываем. То есть, как видите, сопоставление произошло. Никаких ошибок нет. То есть, фактически... Мы здесь инспектируем... Вот... Вот... Нечто вот... Аналогичное мы делаем, как вот здесь вот. Только относительно мапы. Естественно, если я напишу сейчас артист, я увижу Ван Гога. Ван Гог. То есть, остальные ключи, мы как будто бы их не рассматриваем. Мы их откидываем. Они нам не важны. Нам самое главное, что... Мы говорим так. Нас интересует, чтобы вот это было мапой, и чтобы в нем было обязательно поле name. И мы это поле в мапе, да, вот это значение, свяжем с артистом. Круто? Круто! А теперь, как мы это можем применить на практике? А точно таким же образом... Смотрите, давайте сделаем вот здесь. Допустим, вместо листа... Вместо листа... Мы будем принимать некую мапу... Постопим таким же образом. Для начала всю мапу мы привяжем к переменной мапе, а потом, допустим... Ой-ой-ой-ой... А потом, допустим... Смотрите, ключ у нас здесь атом. Но мы связываем с переменной какой-то name. name. Так, здесь any у нас нет никакой. Давайте я это удалю, поскольку мне уже не нужно. И... Ладно, пусть будет... Пусть будет... А хотя давайте я вам сразу покажу, что... Что можно ставить дефолтные значения. Вот таким вот образом можно ставить у чего угодно у функции дефолтные значения. Ладно. Recom... Как у нас метод? Ой-ой-ой-ой-ой... А, хотя нет, все нормально, все нормально. Теперь смотрим. Значит, и импорт, патт, и теперь поехали, поехали, поехали. Я вызываю функцию патт на том... Напоминаю, чему равна у нас мапа. То есть я вызываю функцию count на мапе. И, допустим, сперва давайте я укажу значение number. И... Вуаля! 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 То есть мы сделали то же самое, что мы делали вот здесь вот. Вот это вот сопоставление. То есть вот это в один, в один вы должны понимать. И... То есть мы берем и пишем... fast... Fast is done... Van Gogh. А теперь еще эту же самую функцию, да, вот здесь я запустил... я прописал значение набор но поскольку эта функция может принимать дефолтное значение я могу значение не указывать то есть то же самое то здесь подразумевается что нам его примет дефолтное значение круто круто теперь дальше поехали дальше поехали ой-ой-ой смотрите вот у нас функция вот этого да пусть вернула значение окей в данном случае это нас наталкивает на следующую мысль что все возвращает все возвращает некое значение то есть смотрите я могу сделать следующий финт я могу написать резалт равно и 2 больше единица do 1 else 2 именно потому что все возвращает значение то их у нас вернет значение данном случае 2 больше чем 1 то возвращая 1 окей и связываемся и возвращая 1 теперь у меня резал это 1 все возвращает значение точно таким образом же я мог написать например смотрите резалт хотя не давайте я вас сперва подготовлю ап 10 и смотрите резалт равно пишу к кондишен и сейчас я буду условия писать допустим а меньше 10 верни пара его и вдруг любом другом случае верни него и закончим это с it's very very strange почему почему такая ерунда опять а ой я дурак это кейс тейтман наши конечно же конечно же конечно же вот так давайте по новой я это пишу здесь же не подчеркивание нужно здесь нужно труп писать мы же есть булевое значение сравнивая вот сейчас будет все окей то есть смотрите вот это выражение все вернуло значение него и и соответственно резал то резал то у нас теперь навер то есть все возвращает значение опять сравнил скалой аналогично скале можно сказать работает все возвращает значение и он и он и он у нас возвращает атомы типа ok вы уже видели то есть и и и и и и и пусть это акта то есть тут они окей возвращается его инспектор поступает немного по-другому он напечатает напечатает значение и отдаст значение его инспектор немного по-другому поступает окей, 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 окей что я вам еще хотел сегодня рассказать это значит, значит, значит это некоторые ограничители, которые хотя я, наверное, вам уже показывал я не помню ладно, не помню, показывал, не показывал давайте сделаем так давайте я вот это уберу и напишу то есть некоторые ограничители, которые я ставлю на функцию то есть вот эта функция сработает лишь в одном случае вот этот клосс функции count когда у меня есть соответствие структуры то есть первый параметр обязательно должен быть мапа в котором есть значение name это первое и потом еще и намбер намбер такой, что он больше двух тысяч или, например, можно было бы по-другому еще написать мы можем еще и из интегра, например, сделать намбер и написать and то есть мало того, что это должно быть интегром так это еще и должно быть больше двух тысяч то есть вот таким образом вы еще можете делать некоторые ограничения в вашей функции давайте давайте ее так так-так-так-так вот мап смотрите если я меньше двух тысяч введу что у меня сработает? у меня второй клоус сработает потому что первый, хоть и мапы, да, подходит все хорошо, но намбер там у нас не подходит даже несмотря что тип подходит видите написано I understand you а вот если мы сделаем, допустим, уже три тысячи сейчас сработает сперва slip а потом вот это сработает то есть вот еще таким образом вы можете ограничивать и напоследок напоследок расскажу о очень прикольной штуке очень прикольной штуке называется pipe operator pipe operator обозначается он вот следующим образом вот таким образом как он работает смотрите давайте заведем лист лист и хотя нет давайте у нас какую-нибудь строку строку action action заведем и я смотрите мы берем action и вот этот action мы pipe operator что значит мы передаем функцию length результат функции length лэн передаем все все варианты перебрал давайте сначала вот у нас есть строка мы ее передаем функцию length по и и 5 хотя нет давайте два значит смотрите что должно быть должно быть 6 во второй степени Давайте вместе посчитаем. Какова длина? 6. Потом этот 6 перейдет в качестве первого параметра данной функции. Ой, что нету функции? Не работает? Она работает только с числами, что ли? Ладно. Ладно. Давайте тогда мы вот таким вот образом сделаем. Давайте мы стр мы прибавим и сделаем то же самое. Думал почему-то, что ленг применяется в строке. Ну окей. Окей, окей, окей. Это не важно. Смотрим, смотрим. То есть вот у нас список. Этот список мы передаем функции ленг. Она у нас считает длину. В данном случае это 6. Так? Так. И потом мы передаем следующей функции результат. Тут самое важное понимать, что каждый раз, когда мы передаем результат, этот результат приходит в следующую функцию в качестве первого аргумента. Запомните. В качестве первого аргумента. Первого аргумента. то есть мат пол вот что это было бы. Вот сюда, вот это, то есть вот ленг 6 придет сюда вот в качестве первого аргумента. Вот таким образом вы можете комбинировать функции. Круто, круто. Кому интересно, подобный финт активно также используется в коллажуре. Но там пошли еще дальше. Там вот есть вот такая вот стрелочка используется, да? А есть еще вот такая стрелочка. Ой, вот такая вот стрелочка двойная. Там имеется в виду, что вот в эликсире пускают только в качестве первого аргумента, а вот в коллажуре еще можно в качестве последнего аргумента. Но в принципе в эликсире можно написать аналогичную аналогичную вот этому, поскольку у нас есть макросы. так что так что вот стринг давайте я сейчас вспомню. upper uppercase а uppcase окей подсказка работает круто а интересно вот так надо было писать да, так надо было стринг модулем воспользоваться я думал что окей зато сейчас мы можем снова давайте еще раз напишем этот пункт str у нас смотрите для начала для начала допустим asd допустим давайте action и давайте этот action пропустим по серии функций ради интереса мы сперва сделаем uppercase uppcase дальше мы возьмем и посчитаем длину я знаю что это глупо я вам просто хочу показать как строится цепочка дальше вы будете свои цепочки сопоставлять как вы желаете и допустим мат по смотрите значит актон да актон мы вначале поднимаем здесь делаем большими буквами потом считаем у больших букв длину а потом мы все это возвращаем в качестве функцию еще раз повторю каждый раз когда вы передаете вот с помощью такого оператора вот некоторое значение оно приходит в качестве первого первого еще раз даже повторю в качестве первого параметра функции ну и вот на сегодня пожалуй пожалуй все все что я хотел сказать изучайте эликсир все 各а на сегодня который 편 26 ですね Продолжение следует...